Гомельский государственный цирк отцветковал шарговую юбилейную дату. 45 лет тому одним из самых любимых мест у культурного отпадшинка Жихарова гостей Гомеля отбылося первое представление. На урочистости приехали коллеги сябрыс Беларуси, России и Украины. На святы побывали и наши корреспонденты. Гостей, саправды, было вельми шмат. И от кожных для коллектива Гомельского цирка и его героинство прогучали приемные и теплые слова. Многих с этим местом связывают самые дорогие успомины дзятинства. Моя бабушка работала в цирке, была главным полномочным про распространение билетов, потом главным кассиром. И поэтому цирк для меня, сколько я себя помню, столько я смотрел все представления на газетке, на ступеньках. Я считаю, что это лучший цирк на постсоветском пространстве. Такую думку потребляет и директор брандского цирка Виталь Воробьев. До этой посады он был акробатом-вольтежером, дрессировщиком, керавником множества оригинальных номеров. И не раз выступал на арене Гомельского цирка. Тебя встречают, ну вот, вот душа радуется. Хочется быть рядом с этими людьми, разговаривать, общаться, вспоминать, говорить о добром. Здесь очень много родилось того, чего цирку во многих, во многих цирках этого просто еще не хватает. Он по советским временам и по теперешним временам, он как был один из лучших, так и остается. Особливая вспомина связывают с Гомельским цирком и старшиню Гомельского городского совета депутата Ивана Бородинчика. Виновата в годы открытия цирка в 1972 году, и он закончил школу и приехал поступать в один из гомельских университетов. И бачил самое первое представление. Мы все гордимся нашим цирком, и пусть цирк развивается. Пускай здесь интереснейшие еще и дальше проходят спектакли, пускай приезжают сюда самые известные в мире трупы. Мы рады будем всегда их встречать. Эпоха информатизации, прозмерная колькость гаджетов, мягчимость убачить уличенные мгнения, все, что бывает в свете, надзвучие худкий темп життя. Не каждый может выучить час и маяне обходностью наведывания объектов культуры. Але отримать глубокую осолоду от мастерства можно только особисто, коли действие отбывается на отлеглости вытягнутой руки, как у цирку. Есть такие высокие вещи, как музыка, искусство, литература, живопись, цирк, которые никогда не умрут. Они будут жить вечно, пока существует цивилизация. Что до истории гумельского цирка, то у его летопису свыше 10 тысяч представлений, на которых побывали коле 15,5 миллионов глядачей. На арену выходили артисты из всех континентов. А сам цирк за этот час отримал великое множество дипломов и узнагородов. Восемь человек у нас награждены самой высшей наградой Министерства культуры почетным знаком за вклад в развитие культуры Беларуси. Три человека имеют государственные награды. Цирк по итогам работы за прошлый год получил специальную премию из рук президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко за вклад в развитие циркового искусства. Мы трижды заносились на доску почета области. По итогам работы за прошлый год занесены на республиканскую доску почета. У свой юбилей гумельский цирк, его керавництво и коллектив отримали и новые грамоты и удячности. И не только областного, а и республиканского узровня, а и головная – это оценка глядача. Мы уже пятый раз, очень нравится, особенно там, где животные выступают, прям в восторге. Какие номера больше всего ждешь? Животных или акробатов, или клоунов? Животных. Мы постоянно ходим, традиция. А по коль цирк запрашивает на новое новогоднее представление, а кроме атмосферы зимовой каски, керавництво рыхтует сюрприз. Это уникальный номер, который перед показом на фестивале у Монте-Карло увидит только гумельская публика. Марина Джалая, Ганна Ковалева, Валера Гопанько, Толярадо, компания «Гумель».